Приветствую вас. Не совсем понятно, исходя из вашего вопроса, что служит основанием для нервных переживаний ваших, почему вы нервничаете, не совсем понятно. Что приводит вас в это состояние нервного переживания, так сказать, совсем не ясно, но я полагаю, что нужно раскрыть источник этого самого нервного переживания для вас, чтобы мы могли вам, собственно говоря, помочь, чтобы мы могли вам как-то дать рекомендации, вот, ну, какие-то, да, и, соответственно, чтобы вы смогли, наконец, от этого освободиться. Прям вот я понимаю, что, ну, как бы неприятно, да, вот. С другой стороны, есть очень большая вероятность того, что вы нервничаете, собственно, из-за самого, так сказать, полового акта, да, то есть он сам по себе вызывает у вас нервные переживания, он сам по себе вызывает у вас, ну, какие-то вот негативные ощущения, да, он сам по себе вызывает у вас какие-то неприятные чувства совершенно, а вот, то есть вы, такое впечатление, да, что, значит, половой акт воспринимаете, как экзамен какой-то, да, не как удовольствие, которое, ну, вам не получат от секса, ну, вот. Это состояние часто очень называют, значит, стосом, синдром неудачи, страх перед неудачей в сексе. В вашем случае, я полагаю, что это связано, как правило, с тревожностью, с неверностью в себе, то есть с причинами, с причинами к сексу напрямую отношения не имеющими, но, тем не менее, все же влияющие на ваше сексуальное поведение. Вот. Всегда же можно добавить, как правило, неуверенность в себе встречающиеся очень часто в подобных случаях, вот. И чрезмерно перегруженность, не чрезмерно, а просто перегруженность, а перегруженность секса, мотивация, то есть слишком много психологической мотивации вы вкладываете в занятие сексом, помимо, собственно говоря, самого секса, помимо желания, то есть вы сексом занимаетесь не просто потому что хотите, да, хотите этого, а просто потому что, но ещё и потому, ещё и потому что это надо, ещё и потому что вы хотите, там, к примеру, там, не знаю, доказать, что-то кому-то, вот, и, соответственно, ничего хорошего из этого не получается, ничего хорошего абсолютно из этого не выходит. Соответственно, мотивационную, так сказать, сферу нужно разгрузить, количество мотивов нужно снизиться до самого основного мотива, который может присутствовать при занятии сексом и, собственно говоря, всё на этом. Больше, как бы, никаких мотивов быть не должно. Вот, соответственно, такие, соответственно, дела, такое, соответственно, вам можно дать ответ пока что. На данный момент без учёта Илья всех возможных особенностей и всех возможных поворотов, так сказать, в вашей личной ситуации. Пока что порекомендовать, помимо работы с психологом, я бы мог вам следующее. Во-первых, оцените свои отношения с партнёром. Какие они у вас? Насколько они у вас доверительные отношения с партнёром? Насколько партнёр любит вас? Насколько вы партнёра любите? Как вообще вы друг другу относитесь? Насколько для вас обоих важен секс? Можете ли вы доставить партнёру удовольствие в постели? Не обязательно через половую акцию. Значит, и, соответственно, вам необходимо свою вот неуверенность в себе, если мы предположим, что она и есть, ну, реализовывать не через секс. Тревожность, если она, опять же, у вас имеется, да, тревожность, с тревожностью тоже нужно работать, раскрывать её, смотреть и так далее. Вот. Вполне вероятно, что вскроется и отношение к сексу как к чему-то такому, знаете, вообще вот, ну, в глубине души, да, к грязному, неправильному, там, и так далее. Вот. Такая история тоже может быть, может быть. Вот. И хотя, понятно, конечно, что ничего общего с реальной жизнью это не имеет, да, это понятно. Но всё равно вас это может выводить из равновесия, к сожалению. И как следствие, да, вам может быть тяжело. Как следствие. Вот. То есть, вот, в принципе, что, как я могу вам ответить, исходя из, ну, того, что вы написали. Вот. По факту. Вот, в принципе, ну, в принципе, так. В принципе, так. В принципе, так. На этом, в общем, всё. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Вот. Вот. Соответственно, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете, там, задать мне их в личку, если у вас остались вопросы. Буду рад помочь. Вот. А если вам, значит, понравился мой ответ. Буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго. Вот. Удачи и надеюсь, что ваша ситуация всё-таки разрешится. Но, скорее всего, понадобится работа для этого. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.